Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Ребята, в стране безопасности есть свои правила для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытание. Вчера вы с этим условием уже столкнулись, а сегодня готовы отвечать на мои вопросы? Да. Тогда я предлагаю незамедлительно приступать к нашему первому конкурсу. Как и вчера, мы сегодня будем говорить о правилах дорожного движения для детей. Вы будете отвечать на мои вопросы. Отгадки. Вот они у вас в руках. Для удобства я предлагаю разложить картинки перед вами на столе. Раскладывайте быстро, Даник, это делаем, София. Раз-раз-раз разложили. Я вам загадываю загадку, а вы ищите отгадку среди этих картинок. Быстренько мчитесь к своему стенду, прикрепляете магнитиком и возвращаетесь ко мне. За каждый правильный ответ две фишки. Еще одна фишка тому, кто справится быстрее. Не забывайте, пожалуйста, что задание на скорость. Первое. Дом на рельсах, тут как тут. Всех умчит он в пять минут. Ты садись и не зевай. Отправляется. Ищем правильный ответ. И мчимся, прикрепляем и возвращаемся ко мне. Быстрее. Плати, ребята. Абсолютно верно. Что это у нас? Трамвай. Трамвай, правильно. Ответили вдвоем верно. Даник, держи фишку за правильный ответ. София, а тебе? Тебе целых... Нет, Даник, тебе две фишки. А я же обещала за правильный ответ две фишки. А тебе, София, за правильный и быстрый ответ три. Вторая загадка. Тихо ехать нас обяжет. Поворот вблизи покажет. И напомнит, что и как. Вам в пути. И что нам напоминает в пути, как ехать? Где поворот? А как может светофор вам показать, где поворот, ребята? Как может светофор показать, где поворот? Как ехать, быстро или медленно? Неправильный ответ, ребят. Уже поздно, София, справлять. Здесь ответ, ребята, дорожный знак. Дорожные знаки же нам указывают, поворот здесь или нет поворота. Возвращайте назад светофоры свои. Может быть, еще вам пригодятся они. Кладем на стол. Фишки остаются у меня, а вы внимательно слушайте следующую загадку. Внимательно. Я глазищами моргаю, неустанно день и ночь. И машинам помогаю, и тебе хочу помочь. Глазищами кто моргает? Быстрее, быстрее на скорость. Ай, молодцы, правильно? И одновременно. У Даника упал, ничего, мы сейчас поднимем. Молодцы, ребята. Это у нас что? Светофор. Конечно, очень быстро ответили. Правильно, София, три фишечки. И Даник тоже три фишки. Молодцы, ребятки. Очень хорошая скорость и знания. И последняя загадка. Слушайте. Что за лошадь? Вся в полоску. На дороге загорает, люди едут и идут, а она не убегает. Даник, быстрее, быстрее. Молодец, молодцы. Правильный ответ, ребята, это что у нас? За лошадь полосатая? Пешеходный переход. А другими словами, Даник, как называется это? Зебра. Зебра, молодцы. Ребята, умнички, ответили правильно, поэтому София, тебе за правильные быстрые три фишки, а тебе, Даник, две фишки за правильный ответ. Молодцы. Все, ребята, больше загадок в первом конкурсе у меня нет. Посчитайте, сколько фишек вы заработали. День. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А это тоже твоя, София? Сколько, Даник? Семь? Да, семь. Очень хорошо. Девять у Софии. Хорошо, ребята, очень хороший результат. Молодцы. Сегодня, ребята, мне кажется, вы о правилах дорожного движения знаете уже намного больше. Посмотрим, как дела пойдут дальше. А сейчас время встречи с нашей хорошей знакомой тетей Олей. Вы же помните, где она работает? Где работает тетя Олей? В ГАИ. В ГАИ. Хорошо. Она уже вышла с нами на связь. Здравствуйте, мои маленькие друзья. Здравствуйте. 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 Сегодня наша вторая встреча. И мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы будем говорить с вами о дорожной безопасности. На этот раз о безопасности в автомобиле. Если вы смотрели раньше наши передачи, то уже знаете, что если человек находится на улице, то он может быть или пешеходом, или водителем, или пассажиром. Вы еще маленькие, чтобы водить машину, но как пассажиры вы должны знать, что нельзя открывать двери в автомобиле, когда он движется. Это очень-очень опасно. Вы можете выпасть из автомобиля и получить серьезные травмы. А как же нам правильно выйти из автомобиля? Двери можно открывать только, когда автомобиль полностью остановился. И обязательно со стороны тротуара. Ни в коем случае нельзя выходить из машины с другой стороны. Мы с вами сразу окажемся на проезжей части. А значит, может произойти ДТП. Это опасно. Перед тем, как открыть дверь со стороны тротуара, надо внимательно посмотреть по сторонам. Не заденется ли вы дверцы, пешехода или велосипедиста. Только после этого надо аккуратно открыть двери и выйти. Надеюсь, что из сегодняшнего урока вы узнали много полезного. На сегодня это все. Берегите себя и до новой встречи. Итак, ребятушки, второй конкурсный день подходит к своему завершению. Но, как всегда по традиции, у меня есть еще контрольное и серьезное к вам испытание. Как вы слушали тетю Олю, мы сейчас проверим. А узнать, кто же станет победителем, мы сможем через два дня. Итак, отвечаем на вопросы. Каждый правильный ответ стоит две фишки. Скажите мне, кто готов начать первым? Отвечать на вопросы. Ну, что это вы сегодня такие несмелые? Опять жребий? Ну, давайте жребий. Итак, выбираем фишечку, фишечку. София выбрала первая эту руку. Поэтому, Даник, придется тебе начинать. Ну, это справедливо, она уже была первой. Давай ты, как мужчина, возьмешь такую ответственность на себя. Хорошо? Итак, первый вопрос. Даник, почему на перекрестках устанавливают светофоры? Чтобы машины не сталкивались друг с другом. Так, правильно, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий, аварий. Правильно. И на крупных перекрестках, поэтому, устанавливаются светофоры, где пересекаются дороги. Так? Хорошо, Даник, молодец. Две фишки твои, держи. Итак, второй вопрос для тебя, София. Если не работает светофор, в какую сторону надо смотреть вначале? Вот ты собралась переходить дорогу, прежде чем начать движение. Куда посмотреть? Нужно налево или направо? Направо. Даник, ты согласна с Софией? Угу. Неправильно, дети. Налево нужно смотреть в первую очередь. Налево. Запоминайте. Вот вы начинаете, нужно... Потому что машина двигается... Ближайшая полоса к вам, по которой едет машина, это вот как раз-таки слева. Фишки остались у меня. Следующий вопрос, Даник, твой. Почему нельзя баловаться в автомобиле и открывать дверь на ходу? Потому что, как говорили в телевизоре... Как говорила тетя Оля, наш друг из госавтоинспекции, что она говорила, вспоминай. Чтобы либо машина, либо велик не столкнулись с дверью. Так, да. Да, это мы так бережем жизнь велосипедистов. О себе, если думать. Почему нельзя открывать дверь? Можно вывалиться. Можно вывалиться и получить при этом... Травмы. Травмы. Конечно, это очень опасно. Поэтому только после полной остановки автомобиля. Правда, Даник? Угу. Молодец. Хорошо. Держи две фишечки. Умничка. И последний вопрос. София. С какой стороны надо выходить из машины после ее остановки? С тротуара. Со стороны тротуара. Молодец. Это ты запомнила отменно. Держи, моя хорошая. Еще две фишечки тебе. Ну все, ребят, больше вопросов нет. Осталось посчитать, сколько фишек во второй конкурсный день вы заработали. Считайте. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать у Даника фишек. А у Софии? София, быстрее считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ого, какие вы молодцы. Вы сегодня закончили игровой день с равным счетом 11-11. Прекрасно. Итак, до встречи, ребята, завтра. Пока-пока, ребята. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»